МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телепроект «Знай, наше» и я, Юрий Прокопенко. Как говорят в программе «Новости. Регион», цитата, смотрите в этом выпуске. Кукурузные палочки – детская радость и полезное свойство. Это вкусное слово «форель», как выращивают ценную рыбу. Школьная форма, теперь и с термометрами, ноу-хау предприятия «Славянка». И как не ошибиться при выборе качественной молочной продукции? Мы начинаем. Новость номер один. На Могилевскую булочную академическую компанию «Дома-Чай» начали производство кукурузных палочек. Уважаемые дети и их родители, узнать подробнее не хотите ли? Вкусно вам, наверное, да? Очень вкусно. Может, попробую дадите угостить? К сожалению, уже все закончилось, так как палочка очень вкусный продукт и пользуется спросом у покупателей. Пойдемте сделаем. Я предлагаю вам посмотреть, как мы делаем кукурузную палочку и попробуем то, что у нас получилось. Ну, придется подождать, ничего не поделаешь. Пойдемте готовить. Ирина Николаевна, мне вот интересно всегда, каким образом вот такие воздушные, красивые кукурузные палочки получаются? Из чего? Ну, ведь кукуруза – это только початок, а вот таким образом? Для производства кукурузной палочки используются только натуральные продукты. Такие, как кукурузная крупа, соль и вода. Это тоже кукурузная крупа, да? Кукурузная крупа. В ней содержится много питательных веществ, таких как много витаминов группы В, магний, кальций, костер, которые оказывают очень благоприятное влияние на здоровье человека. То есть вы рекомендуете для употребления детям это действительно полезно? Это полезно. Процесс производства кукурузных палочек считается сравнительно несложным. Сначала ингредиенты тщательно перемешиваются в большом смесителе. Красиво, не правда ли? Похоже, чем тут на машинку стиральную, но это не совсем. Да, главное, чтобы хорошо всё смешалось для получения качественного продукта. Такой большой миксер. После смешивания крупа направляется в агрегат под названием экструдер. Внутри его, под давлением и высокой температурой, она становится тестообразной массой. Влага испаряется, и вот почти готовые кукурузные палочки. Да, пока совершенно не сладкие и сухие. Не пойдёт. Для того, чтобы палочка стала вкусной и питательной, её необходимо покрыть растительным маслом и сахарной пудрой. Для этого палочка идёт по транспортеру, трожировочный барабан. Туда же подаётся сахарная пудра, масло, и всё перемешивается. В результате мы получаем ту палочку, которую знаем с детства и очень любим. Весь процесс производства занимает около 40 минут. Умные машины хорошо знают своё дело. Наши кукурузные палочки готовы. Кукурузные палочки сказали нам ку-ку. Здесь так написано, и спрятались в упаковку. Интересный дизайн. Такой интересный сюжет для упаковки придумали наши дизайнеры из отдела маркетинга. Птички нарисованы. Идея была такова, что даже птичкам вкусна и интересна наша продукция. Ну, главное, они, наверное, вкусные для людей. Давайте уже... И я с удовольствием хочу вас угостить нашей продукцией. Я ждал этих слов. Угощай. Спасибо. Сладкие и хрустящие. И это не реклама. Как сказала бы Ангела Меркель в своём беззаботном детстве, даст ист фантастиш. А сейчас мы вас приглашаем на модный показ. Но показ не совсем обычный. Мы будем смотреть новую коллекцию школьной одежды. Мэйд ин Бобруйск. Это предприятие «Славянка». Усаживайтесь поудобнее. Если кто не знаком, знакомьтесь. Это директор открытого акционерного общества «Славянка» Тимурас Бочуришвили. Здравствуйте, Тимурас Николаевич. Будем смотреть вместе. Интересный дизайн. Какая модель. Мягкая световая гамма. Вы знаете, но самое главное богатство в Беларуси – это дети. Посмотрите, как они держатся. Какая у них уже порода, можно сказать. Настоящие такие модели. Ну и одежда ведь какая-то хорошая. Стараетесь? Да, стараемся. И можем посмотреть, как это производится. Бывайте, было бы любопытно. Тимурас Николаевич, я знаю, что вы не очень любите слово «школьная форма». Вы знаете, мы уже далеки от производства школьной формы. У нас костюмы делового стиля. Потому что форменная одежда – это однообразная, одного цвета, один фасон. А здесь десятки моделей, различные ткани. Я слышал о том, что вы на «Славянке» шьете уникальные школьные костюмы. Чем докажется? Мы всегда заботились о здоровье детей. Специальные карманы, в которых блокируется излучение сотового телефона. Они есть здесь вот среди? Да, да, вот видите, вот стопка после утюжки. Это вот этот карман для мобильного телефона? Да, вот здесь вот специальный значок. Это какая-то специальная ткань? Это специальная ткань металлизированная, которая экранирует излучение сотового телефона. В этом году новая фишка. Это то, что в мировой практике впервые. То есть это аналогов нет в мире вот тут, да? Вот смотрите, в костюме специальный пластиковый термометр, который показывает температуру внутри костюма. Вот данный момент показывает 28 градусов. Ребенок пришел, пиджак снял и можно увидеть, какая у него температура. Если она нормальная, 36 будет показывать. В то же время, если ребенок шел расстегнутый или пиджак на спине, тогда будет показывать температуру окружающей среды. То есть можно просветить. А, ты, значит... Сынуля, не расстегивайся. Да, не расстегивайся. Это абсолютно безопасная вещь. Пластиковый термометр. Сделан с помощью нанотехнологий. Больше половины успеха предприятия зависит от коллектива. Как у вас швеи, мастерского, что скажется? Похвалитесь. У нас высокопрофессиональный коллектив. От качества выполнения этой операции зависит, как костюмчик будет сидеть. Если что-то не так, то рукава будет выворачивать или так. Знаете, здесь только большой опыт, интуиция. Все ткани проходят гигиеническую регистрацию и исследование. По трем параметрам. Воздухопроницаемость, устойчивость окраски и гигроскопичность. Наш покупатель должен быть уверен, что продукция полностью безопасна для эксплуатации детьми. Мне очень удобно. Он такой классный. Очень удобный. И мне кажется, что у меня самый классный костюм будет в школе и в классе. Костюмы славянки просто класс! Знай наши! Программа «Знай наши» идет в народ. Через сайт телерадио компании «Могилев» мы познакомились с нашими юными телезрителями. Вот они. Знакомьтесь. Арина, Полина и Коля. Вроде бы имена не перепутал. Ребята хотят узнать, как производятся продукты из молока. И вот мы исполняем желание, разумеется, с нашим партнером молочной компании «Бабушка на крынках». Ребята, для начала контрольный вопрос. Какие молочные продукты вы знаете и любите? Я люблю мороженое, творог и сметану. Молодец. А ты, Полина, что? Я люблю глазированные сырки и детское молоко. Арина? А я люблю зеленый творог. Ну а узнать больше нам поможет старший мастер творожного участка Елена Дмитриевна Беганская. Елена Дмитриевна, что вы нам здесь с ребятами покажете? Где мы находимся? Мы находимся возле творожного участка на Бабушкиной крыльке. На творог зерненый отбирается самое лучшее молоко. И вырабатывается он только натурально. Поэтому творог зерненый можно кушать даже самым маленьким деткам. Вот высокая башня. В этой башне зернышки промываются водой, закаляются и потом поступают в кремер. И туда же добавляются сливки. И в этом кремере уже смешивается зерно со сливками. И потом оно фасуется в автомате. Дмитриевна, почему у вас получается такой вкусный творог? Наш творог зерненый вырабатывается из натурального молока отборного. И дополнение у нас еще есть наполнители, которые тоже натуральные. Это персик, вишня и киви-банан. А сколько времени надо, чтобы сделать зерненый творог? Так как процесс выработки творога зерненого непростой, поэтому, чтобы выработать этот вкусный зерненый творог, нужно около суток. Посмотрите на эти детские лица. Ребятам действительно интересно. Мне понравилось, как творог вырабатывается, как он производится. Мне эта экскурсия очень сильно понравилась. Ну, я что, устал, наверное? Пойдем попробуем что-нибудь молочное. Спасибо, Ирина Дмитриевна, было интересно. Пожалуйста, приходите еще. Хорошо, ну пора кормить детей. Очень вкусно. Я люблю этот творог. Нам очень понравилось. Торговая марка «Калиласка» – это целая линейка полюбившихся с детства продуктов. Начинают молока и кефира, заканчивая вкуснейшими йогуртами и творожком зерненым. «Калиласка» – это только натуральные и полезные продукты. При этом это безумно вкусно. Пробуйте «Калиласка». Что вы знаете о фореле? Ян лично совсем немного. Ну, например, то, что форель относится к семейству лососевых. Или то, что с недавних пор эту вкусную и полезную рыбу стали выращивать в рыбном хозяйстве Лохла Быховского района. И вот мы здесь. Давайте узнавать о фореле больше. Директор форелевого хозяйства Юрий Куксенков любит свою работу, потому что очень любит форель. Это и вкусно, и, скажем так, не так, скажем так, и калорийно для моего веса. Рыба, я думаю, что это нормально. Форелевое хозяйство Лохла – молодое предприятие. К выращиванию рыбы приступили несколько месяцев назад. И только сейчас готовятся к отгрузке в торговлю первой партии фореля. Более 100 тысяч рыб достигли товарного веса. Посмотрите, как хорошо кушают. Еще бы, ведь в корм входит рыбий жир, рыбная мука, витаминные добавки. Сказка, а не питание. 50 раз в сутки. Я хотя сам и не рыбак, но не могу не спросить, у вас удочки случайно нет? Нет, удочки нет. Дело в том, что, ну, вообще эта система закрытая, и вы же сами видели, где с барьерой. Ну, давайте, Юрий Игоревич, давайте посмотрим. Перезрители хотят видеть форель. Ну, мы можем показать все-таки, как эта рыба выглядит. Вот эта рыбалка. 5 секунд и такой улов – мечта рыбака. Ну, дело в том, что у нас, получается, рыба порционная должна быть. И ее основной рост происходит до 400-500 грамм. Такая рыба, я думаю, и удобна будет и в приготовлении, и не надо ложить в холодильник, скажем так. А потому что, вы знаете, что при замораживании, естественно, все качества рыбы и вкусовые потеряются. Форель – требовательная к условиям рыбы. В этом бассейном модуле условия создали. Например, имитация течения, как в горной речке для очистки дна. А самое главное – вода и ее качество. Водозабор происходит со скважины, вода постоянно меняется. Для того, чтобы происходила очистка воды, здесь существует биофильтр. То есть это такая система, в которой такие шпульки, в которых живут бактерии, которые все эти отходы рыбные, так скажем, которые вредные, они перерабатывают, съедают, грубо говоря. А еще важно соблюдать температурный режим. Температура воды должна быть не более 18 градусов. Это максимум, после которого форель уже кормить нельзя. И за всем тщательный контроль. Вот до того, что если какое-то изменение идет воды, то даже мне, не говоря уже о рыбоводах, приходит СМС-ка на телефон, которая позволяет контролировать, так сказать, и вовремя принимать меры, которые позволяют приводить это все в нормальное состояние. Форель, которая выращена в искусственных условиях, она имеет постоянный контроль качества. Поэтому я думаю, что неискушенному человеку вообще трудно будет определить, где форель выращена искусственно, а где она выращена натурально. Поэтому я не считаю, что это есть какая-то разница. Но по полезным свойствам искусственная форель не уступает ни в чем. Форель относится к ценным породам рыбы. Соответственно, себестоимость ее выращивания и цена в магазинах высока. Но побаловать себя хоть иногда, наверное, все же стоит. В форелевом хозяйстве лохва способны выращивать порядка 300 тонн рыбы в год. И здесь рассчитывают покорить покупателя не только красивой, полезной и вкусной продукции, но и приемлемой ценой. На этом все. Я лишь напомню, что знание – это сила. Смотрите телепроект «Знай наше» и «Знайте наше». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова